Бюджет есть. Совет депутатов Шелковского района утвердил во втором и окончательном чтении главный финансовый документ, регламентирующий, как и на что будет жить район не только в будущем году, но и в двух последующих. Перед этим он прошел публичные слушания, обсуждения на профильной комиссии, первое чтение в Совете, проверку контрольно-счетной палаты на соответствие законодательству. Основа бюджета – экономика, а ее база – промышленный комплекс. В нашем районе 47 крупных и средних предприятий. Основные поступления в бюджет дают 23 предприятия химической, пищевой и перерабатывающей машиностроительной и мебельной отраслей. В 2015 году наблюдается снижение объемов производства по добыче полезных ископаемых в металлургии и в строительстве. Но экономисты считают, что общая положительная динамика будет сохранена за счет других отраслей, а к 2018 году объем производства вырастет на 15-20%. Пример крупному бизнесу подает младший брат. Малое предпринимательство развивается вполне успешно. Его доля составляет 20% в общем обороте предприятий и более 10% объема производства. Одним из важных элементов экономики района остается малый и средний бизнес. В 2015 году на территории района действовали 5,6 тысячи предприятий малого бизнеса, что на 80,6% больше планового показателя. По плановым прогнозным показателям должно было быть 3,1 тысячи предприятий. В целом положение экономики района оценивается как стабильное. Бюджет на 2016 год утвержден по доходам в сумме 5,113 млн. рублей, в том числе 2,5 млрд. межбюджетных трансфертов. Расходная часть бюджета сформирована на основе программно-целевого метода. Финансирование получат 14 муниципальных программ. В бюджете строго увязано их финансовое обеспечение с реальными доходами. В целом более 80% расходов направлены на обеспечение социальных вопросов, образование, культуру, физкультуру и спорт. Общий объем расходов 5,1 млрд. млн. Дефицит бюджета Щелковского района в сумме 67 млн. не превышает норматив, установленный бюджетным кодексом. Мы актуализировали наказы избирателей, которые были в 2014 году, когда избирался Совет депутатов, которые были на предыдущих выборах в 2012 году, в 2013 году на выборы губернатора, которые вошли в программу «Наши подмосковья» и поняли, что большая часть этих наказов реализуется. Перед депутатами также выступил руководитель администрации Алексей Валов. Я благодарен вам за то, что вы внимательно подошли к этому бюджету. Все программы внесли в связи с коррективами правильно. В то же время Алексей Васильевич отметил главную задачу – наполнять бюджет. Наполнение казны напрямую связано с функционированием реального сектора экономики. Поэтому очень важно взаимодействие с бизнес-сообществом. Второй источник – инвестиции. Они в этом году существенно снизились. Рост будет невозможен без решения проблемы транспортной логистики. Подвижки есть. Запланировано строительство второго моста через Клязьму и дублеры Щелковского шоссе. Руководитель администрации призвал депутатов к слаженной работе на благо жителей района. Я прошу, у кого есть какие возможности, у кого есть какие инвесторы, у кого есть какие собственные цели и мысли и предложения, приходите, давайте работаем. И без совместной работы мы никогда это не сделаем. Алексей Валов также отметил, что требования сегодняшнего дня – открытость и прозрачность бюджетных процессов. Поэтому в рамках программы «Эффективная власть» создан и работает, пока в тестовом режиме, портал «Открытый бюджет». Жители теперь могут сами контролировать деятельность властных структур в бюджетной сфере. На заседании совета также выступили руководители отраслей образования и культуры, рассказавшие о последних тенденциях их развития. Были открыты две новые школы, введены, и новые сады. То есть обман детей увеличился, и, соответственно, количество воспитателей и учителей тоже увеличилось. Совет депутатов Щелковского района также утвердил перспективный план своей работы на 2016 год. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».